Ты скажи, что ты понял из фильма «Мститель»? Из фильма «Мститель»? Да. Какой философский подтекст ты там нашел? Что они создали раку. Нет. Ну, во-первых, что чистая энергия, уничтожить ее нельзя. Вот тебе такой философский подтекст, если получаете. Если философский подтекст. Что дружба решает всю движуху вообще и вместе, сила в единстве. А ты что? Да, ну Локи хорошо там насралом в конце, но в итоге это сыграло. Кстати, экскрементов я там не заметил, хоть и осматривал внимательно. Во-вторых, что мы не то, что далеко не едины, а что, ну, как сказать. А с помощью чего он там путешествовал? Через Тессаракт, да? Угу. Философский подтекст. Ну вот две вещи такие философские, это, конечно, Сессаракт энергия, да, что чистая энергия, она... Я не воспринимаю эти штуки вообще как какой-либо философский подтекст, это скорее просто сюжетная линия. Но сила в единстве там явно показана, да? Да какая сила в единстве? Нет, ну они... Смотри, то есть там это сделано чисто, чтобы рекламировать вирусы сознания. Допустим, берем железного человека. Но... Я бы его назвал не железным человеком, а мистером ржавчиной, или как-то так. Да, не знаю, мне нравится. Потому что, допустим, Сталина можно было бы назвать железным человеком. Нет. Да, ты смотри, сколько он там уже пытался оплодотворить. Да он просто флиртует, он же же плейбой, ты же сам слышал. Ну вот, то есть там это так и сказано. То есть получается, этот человек, который показан, что да, якобы он изобретатель, но при этом у него столько глюков, что он тотчас от алкогольного опьянения задыхает, его фьюри это должен где угодно вылавливаться, то его какая-то паранойя там достает. Да, потому что ему плевать на этого фьюри, он к ним не имеет никакого отношения. Возьмем, допустим, других товарищей. Тор, это вообще кошмар просто. Это все равно, если бы человек полюбил обезьяну. Ну, это да, он смешон. Там показано, что он как бог полюбил какую-то земную женщину. Вообще, это во-первых, и женщина, это вышло... Возьмем товарища Халка. Это просто идея человека, который не может себя контролировать. Ну, там же целая потоплека, почему так это происходит. Ну да, но все равно фильмы эти, как бы они проецируют на обычных людей. Значит, в принципе, это как... Ну, человек сейчас, как правило, что? Человек напьется и говорит, да я себя не контролирую. Ну, это когда я напьюсь, это типа зеленый змей такой вылазит. А я вообще хороший, маленький и пушистый. То есть я рассматриваю собрание вот этих персонажей... Хорошо. ...как некоторые, что ли, тележки, на которых в сознании людей завозится целый огромный багаж разнообразных глюков и разнообразных вирусов сознания, чтобы человечество лучше деградировало. Ну, ты-то так воспринимаешь. Что ты скажешь о Капитане Америки? Капитан Америка. Человек, который живет в прошлом, который не может понять, что вообще происходит, и глюки из прошлого перетягивает в настоящее. Есть такое. А об этом соколином глазе? Слишком непонятный персонаж. Ну, как бы показали, что вроде там у него жена, дети, но еще персонаж не раскрыт. Просто Тор раскрыт в отдельных фильмах, Халк раскрыт, Капитан раскрыт, Человек железный раскрыт. Ну, все раскрыты, да. А вот это, ну, она тоже непонятно, что еще. Была русской, как она. Ну, да. А во втором, допустим, показано, что якобы она там какая-то была балериной, что ли, то ли что. Ну, это, смотри, это еще не раскрыто. Это, может, если читать их на комиксы, то станет... Я тебе скажу так. Ни один из них, как бы, я не ганал никогда, ни по одному из них. И вообще фильм, на удивление, мне очень понравился. Я его смотрел даже три раза. Потому что я не ожидал, что фильм будет такой матовый. Я по DC-комиксу, мне больше та вселенная нравится. Мне нравится Бэтмен. Там вообще идиоты. Ну, Бэтмен, Петемный Рыцарь, как тебе? Никак. Вообще не нравится персонаж. Учитывая, что хоть ты некоторые, как бы, хоть какие-то, хоть относительно примитивные, но идей по Мстителям высказал, сейчас я тебе сообщил ряд данных о строении Вселенной. Ну.